Всем привет! Это очередной выпуск Локл Онлайн и сегодня мы звоним Рифату Жималеддинову. Интересно, что с Рифатом я разговаривала уже вчера, но из-за технической ошибки видео не сохранилось. Рифат пошел на встречу и сказал, да, конечно. Аня, звони еще раз. Спасибо Рифату. Рифат, привет! Еще раз! Уже хочется на самом деле поиграть. Супер, вообще! Мы с ума сходим здесь. Мы с тобой уже каждый день, можно сказать, на созвоне. Спасибо тебе еще раз, что пошел нам на встречу. Как раз я с подводки рассказывал, что Рифат просто наш герой, спаситель и новый любимчик пресс-службы. Пусть бы и так. Как проводишь время? Какой у тебя распорядок дня? На что выходит у тебя больше всего времени в течение дня? У тебя приостановлено это нормально? Нет, у меня все идет. Нет, ты у меня идешь, все нормально. Да? Ну, окей, ладно. Есть. Да. Ну, что я делаю? Дома сижу, играю в Counter-Strike. Тренируюсь дома. Я купил дорожку, все бегаю. Ой. Я думаю, как и все остальные, уже с ума сходим здесь. У тебя даже видно сейчас, как только перешли к этой теме, ты погрустнел. Да-да, уже хочется на самом деле поиграть, но я слышал вроде в июне, да, может быть, начнется, но это уже не факт. Не знаю, будем надеяться, что быстрее начнется все. Ну да, и главное, что еще, то есть, насколько я понимаю, это дома, в основном это бег, это какой-то такой спорт, да? Ну да, там, на коврике, да. Там пресс, ноги, руки. Почему ты больше всего сейчас скучаешь? Чего тебе больше всего не хватает в таких условиях? Помимо футбола, естественно, я понимаю, что ты сейчас номер один, но какие-то, может быть, здесь еще бытовые, не знаю, может, рыбалка, которой ты интересуешься. Хочется сходить хотя бы в какое-то людное место, там с пацанами увидеться из команды. Ну, такие, знаешь, мелочи. То, что для нас это оказалось такими мелочами и обыденной жизнью, а в итоге превратилось еще в что-то такое эксклюзивное. Ну да, конечно. Я думаю, после карантина будет во все везде все забито. Да, да, да. Слушай, а с кем... Все салоны будут забиты девочками. Главное, в парикмахерскую и на муникюр. Да, да, да. Это то, чего не хватает, вообще просто жесть как. А с кем ты из команды общаешься? Ну, естественно, помимо бара, может быть, там с кем-то, не знаю, переписываетесь или в чатике командам, или сейчас так более все обособленно держатся? Ну, с баром мы часто переписываемся, с братьями переписываемся. Так больше, в принципе, ни с кем. Ну, чат есть, но там такие больше командные вопросы. В Counter-Strike мы знаем, что ты действительно любитель этой игры. Ты играешь в команде с Федей Смоловым и с кем-то еще? А может, вот в двух словах, это какая-то у вас просто рандомно образовалась команда и против кого вы играете, главное? Ну, у нас вот, в принципе, пять человек, с кем мы играем. Это Федя Смолов, это Женя Марков и Бакаев, у которого младший. Еще один друг наш очень хороший зовут, это Шамхал зовут. У команды Смолова самый высокий показатель у Жемы, 63%. Это уже на уровне профессионалов, ну и КД, конечно, 2.08. В этом плане все очень круто. И вы участвуете в каких-то турнирах, да, к которым вот сейчас ты готовишься к какому-то турниру? Да, вот, да, как раз сейчас на днях начнется турнир один. Там Кокорин тоже будет, я знаю, хоккеисты тоже какие-то будут. Покажешь свое священное место, да? Конечно. Профессионал во всем, то есть, если играть, так тоже... Вот, смотри, все у меня какой-то стул. Класс, класс, класс. Ну, я говорю, супер подготовленный, даже с наушником этот, ой, наушники с микрофоном, прям все очень серьезно. Я сейчас покажу, смотри. Сейчас я в конкурю, короче. Играю. Ты похож на комментатора спортивного. Ага. Супер, вообще. Какие вот дела? Карантинные будни. Слушай, ну, хоть иногда там, условно, выходишь ли куда-то из дома, может быть, хотя бы иногда поведаться с семьей? Ну, конечно, конечно, потому что без этого никак. В магазин иногда выходил, ну, как-то в магазин, понятное дело, выходил. Ну, да. К родителям езжу, ездил, точнее, после, если уехали на дачу, я 6-й день, наверное, поеду скоро, может, завтра поеду. А так, никуда не выезжаю. Ставил ли себя какую-то цель на карантин? Там, не знаю, может быть, чему-то новому научиться? Или, ну, то есть, как вот вообще стимул, скорее, это пережить, причем с пользой? Есть какое-то у тебя? Или вот просто ты мыслями уже восстановление процесса в тренировках и думаешь, ладно, сейчас... Ну, на самом деле, у меня была мысль, мысль, говорю, была цель достичь десятку в этом фейсите, но я уже достиг ее, поэтому ждем тренировок, очень сильно захотим, и будем работать потом. Ильфат, спасибо тебе еще раз огромное, спасибо, что ты дважды уделил нам время, надеюсь, что очень скоро уже все встретимся в Черкизово. Да-да-да, надеюсь. Все, спасибо, береги себя, не болей, здоровья и до встречи. Да, спасибо большое, все, пока. Давай, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»